Вот и подошел к концу очередной крупный турнир по Теккену и надо сказать турнир удался. В этот раз Ева впервые проводилась в Японии в отличие от Америки. Восток и Запад, все дела. Ева в Америке будет этим летом, как всегда. На турнир по Теккену записалось порядка 1200 человек. Драки шли на протяжении трех дней и только самые сильные корейцы дошли до финалов. Само местоположение турнира подразумевает, кого будет больше, однако часть людей из Европы, Америки и стран Океаний также приняли участие в битве. Был даже один наш, но ему не повезло с соперниками на первых боях. Обо всех заслугах россиян можно узнать в теме на файтингах, ссылка в описании. Шли бои, люди падали и под конец оставались лишь единицы. На второй день в топ-64 вошло порядком участников, много знакомых лиц, в части с которых, к сожалению, не удалось добраться до топ-8. Чемпион прошлого года Куданс на Диберуджи отлетел от Гуся в 6-0 и не смог забраться обратно. Хотя до этого в отборочных он успешно избивал нового персонажа и даже не знаю, что произошло. ЖДСР внезапно решил проиграть, отлетев от японца Таки. Таки таки дрался, как тигр, и его Казуми дотащила до топ-8. Другой знаменитый японец Ноби не смог дойти до финалов, новые корейцы пришли и забрали его место. И так, кто же добрался до финалов? 8 человек, все стандартно, 6 корейцев, 2 японца, 0 европейцев и негров. Стоит заметить, что все вышедшие финалисты имеют при себе спонсоров, что показывает всю серьезность соревнований и простому Ивану туда как до луны. Два корейца от команды Найтмор, Гура и Ульсан Гогин. Ульсан это название города, а Годин это дословно как старшеклассник. Примерно как если, не знаю, на МФА приехал бы какой-нибудь студент из Новосибирска. Дальше два корейца от команды Рокс, это Калена и Чанель. Как по мне, это довольно тупо было ставить их вместе. Ну, они и так все время друг с другом играют, зачем ехать на крупный турнир, чтобы опять драться со своим корешем. Ну блин, если больше никого нет, то да. Дальше у нас Роухаю на Рома, тоже топовые ребята. И в конце Таки у нас Таки и Сейнт, которые в представлении не нуждаются. По персонажам у нас примерно то же самое, что и было в прошлом году на финалах. Однако в этот раз разнообразия было куда больше. Игроки в целом часто меняли персонажа и смотреть на это было куда заманчивее, чем Жека против Жеки и Жека с Жеком, ну вы поняли. Поначалу бои были не слишком интересны, хотя казалось бы, куда как не финалы, тогда на что вообще смотреть? Первый бой Гурен на гусе раскатал старшеклассника из Ульсана. Тот проиграл, возможно, из-за незнания матча. Дальше у нас колено на поле против Чанелина и Лизе. Павлик уделал вампиршу в сухую и на помощь пришла Алиса. Но это не сильно спасло Чанелли. Он отлетел в сетку лузеров, где после будет долго добираться обратно к бою с коленом в финале. Рофф Хай против Наромы. Этот матч было смотреть крайне тяжело на самом деле. Жек опер как паровоз, а излишний выжидающий Шахид так и не смог дождаться возможности. Смена персонажа Налон не принесла никаких успехов. Лоу Хай едет домой. Так и, несмотря на свою прыткость и японский напор, не смог остановить другого Жеку. Сейнт продолжил свой путь в финал. Следующий бой. Чанель против Наромы. В первом сете боев суперроботов кореец жестоко получил по мордам. Ко всеобщему удивлению, холодильник с Рэдбулом пришел на помощь. Поймав момент, Чанель отпинал на Рому во втором сете. Последний не смог наверстать отставание, и теперь он едет домой. Ну, или идет, если он там близко живет. Ульцан против Сейнта. Ну, тут опять же ничего особенного. Школьнику не хватило времени, и теперь он вместе с Трофхаем едет домой. Сейнту сказали, мол, сиди, сейчас еще раз будешь драться. А роботу че? А роботу ничего. Чанель на Алисе удачно зашел в игру в первый сет, но что-то пошло не так, и счет 1-1. Время для Рэдбула? Так и да. Окрыляет Чанель вместе с таймером, побеждает непобедимого робота и отправляет Сейнта к GDCR. Едем дальше. Гурья на гусе против колена на поле. Без шансов Дэд Физ сделает свое дело. Смену персонажа налили от Гурии, но итог все тот же. Уже почти победил, но фатальная ошибка, которая стоит колену сета. Оооо, Матерхорда! Они выйдут! О, боже, мы будем получать хренький comeback от Гурии? Он просто у него маленький пиксель, и этот гусейнер будет умереть очень много. Будем потратить его сейчас. И что делает он, он может сделать это? Он имеет это? Ооо, Руна из Ивела! Ооо, он влезет! Он не подошел! О, мой Бог! О, мой Бог, какой comeback от Гурии! Оооо, Матерхорда! Эдг-1 это все о том, что Рэдбула! Настроение было жестоко испорчено, и Поль проигрывает два сета подряд. Но в конце концов, колено собрал в руки все свое полено, и на дедфистах проезжает в гранд-финал турнир. Ооо, это может быть это! Он может идти внизу. Оооо, что для Оки? Один еще миксер! Оооо, миксер! Но тут поворот, он же отправил Гурию прямиком к Чаннелю, где тот на Элизе раскатал гуся. Выигрывает два сета подряд, но немного не хватает, и бой, к сожалению, продолжается. Опять два сета в одни ворота. но под конец на своей «Железной Алисе» зарабатывает выход в гранд-финал. Гури достается две банки Рэдбула за третье место. И вот время гранд-финала в колено против Чаннелия. Бои Друганов в финале турнира. И устроили они так, устроили прям. Дрались порядка 45 минут. Ну сколько можно, это очень долго. Может они просто не хотели уходить? Первый бой Борис против Акумы. Акума умер. Второй бой Борис против Элизы. Элиза умер. Третий бой Борис против Алисы. Борис умер. Четвертый бой Борис против Алисы. Борис умер. Пятый бой Борис против Алисы. Борис умер. Чаннель выигрывает битву за ресет. Может все-таки поменять Бориса колено, не думаешь? Шестой бой Борис против Алисы. Борис умер. Колено понимает, что Борис перестал работать. Берет Стива. Седьмой бой. Стив против Алисы. Алиса умер. Что же случилось? Неужели Алиса перестала работать? Чаннелю тоже уже, может, походу устал. Полчаса дерутся. Никак не могут победители проиграть. Берет Раки Хрою. Восьмой бой. Стив против Раки. Это было близко, но Стив побеждает. Матч сет для Колена. Если он сейчас победит, то он выиграет турнир. Девятый бой. Колено на Стиве против Чаннеля на Элизе. Что же будет? Давайте посмотрим. Он как-то хранит. Это довольно интересно. Борис. Он вверх. Он не хочет с ним. Он получил победу. Проблемо закрывать этот турнир. Шаннел, полный метр. О, Биг Бак 1! О, это будет близко. Это будет не достаточно, чтобы убить. Это будет очень-очень близко, но... И Оки, Девятый, Дисоник Фэнг! Ни! Второй удар! Ни, чемпион, ИВО, Чапан 2018! И это победа. Впервые за 5 лет Колено становится чемпионом хоть какого-то турнира. В первые за 5 лет Колено становится чемпионом хоть какого-то турнира. Пачка Дошарака приветствует его на сцене. Калинии дают медаль, кубок, чек на 6 долларов. И на этом турнир завершается. Конечно, это не 6 долларов, я просто угораю. Это было весело, пусть и долго. Увидимся на следующем турнире. Пока!